Всем привет! Меня зовут Кононова Аня. С вами интернет-проект Фаберлик Онлайн. И, конечно же, новинки каталога номер 14, который будет действовать по 01.10. Как раз он заканчивается в день празднования нашего 20-летия, нашей ассамблеи, где собирается 3000 человек в гостином дворе. Здорово и классно! Ну и, конечно же, самое первое, что бы мне вам хотелось показать, это крутая акция, которая будет проходить для всех, абсолютно для всех, даже для простых покупателей, которые не зарегистрированы в компании. И, главное, подарки будут распределяться до 30 октября. Это 10 поездок на двоих в горы на длинный уикенд, 20 очистителей-увлажнителей для воздуха, 20 комплектов стрит-кутюр, сумка плюс кошелек, да, вот такие вот классные комплектики, сумочка дарится. И, конечно же, 2000 ароматов букет Дежардин, вот таких вот крупных мини-версий, да, то есть не мини-версий, вернее, простите, заговариваюсь. И 2000 наборов Аксиолоджи. Бальзам с артикулом 0257 плюс маска детокса, которую я рассказывала в предыдущем видео. Это маска детокс, она идет на основе красной глины. Вот такой вот классный такой вот подарочек, да, то есть он тут, она тут очень много что делает, да, то есть способ применения у нее очень легкий. 10-15 минут и смойте теплой водой. Далее, значит, вот такой вот бальзамчик будет дариться, да, легендарный кислородный бальзам с артикулом 0257. У него тоже очень такая крутая аннотация, можете ее подсчитать. То есть он от всего от ран, от порез, от укусов под крем, чтобы усиливалось действие любого крема, потому что там увеличено количество аквафтема. Вот, поэтому это, конечно, круто. Ну и, конечно, куча мелких подарков, которые вы будете стирать вот эти карточки, там вот защитный слой, вы будете вводить эту карточку, и получаются скидки от 40%, да, и продукция за рубль будет попадаться. То есть это гарантированный подарок каждой карте, да, скидки до 70%. То есть вы можете получить, допустим, 20 карт, и в каждой карте будет, к примеру, на одной карте 40%, на другой карте 60%, на третьей карте подарок может быть, на четвертой карте может быть поездка на двоих, на длинные горы уикенда, да, то есть вот это третье, оно идет как лотерея, да, но в каждой карте будут гарантированные призы, и это круто. Я бы очень хотела очиститель, увлажнитель воздуха. Вот, честное слово, очень хотела. Компания нас везет в Доминикану за свой счет, 2 октября мы уже вылетаем, 2017 года, 2 октября, да, то есть это буквально через несколько недель, поэтому мне кажется, что это очень даже круто. Я хочу именно очиститель, потому что сумочка у меня есть, я ее показывала в прошлом обзоре. Итак, давайте же с вами поговорим о важном, о новинках. Новинок у нас много, я поделила видео на две части. Вот реально на две части, вот как нас балует компания Фаберлик, что очень даже приятно. Итак, следующие новинки у нас с вами будут крем, смягчающие, не крем, а да, а-ля крем серия. Это крем-мыло для рук, питательное, оно идет 200 мл, то есть немаленькое, артикул 86-73. Хочется сказать, что это отличное мыло, на самом деле, на зиму, на зиму, именно на зиму самое то, оно хорошенькое, классное. Оно очень сильно, конечно, пахнет сладко миндалем, запах просто насыщенный. Мне это не совсем понравилось, потому что я не люблю запах миндаля, у меня его любит дочка, кокос, миндаль, вот это как раз ее, вот. И вы знаете, оно на самом деле идет как крем-мыло с ультрамягкой формулой, питает кожу, делаю ее мягкой, гладкой. И вот после таких вот мыл, да, также есть шампунь, также есть питательный крем этой серии и так далее, и так далее. Мне нравится все, кроме натуральнейшего аромата миндаля, прям натуральный-натуральный миндаль. Вот, прям во рту чувствуется аж вкус миндаля, если вот открыть тюбик, да, и вот вдохнуть вот этот концентрированный аромат, прям во рту натуральный вкус миндаля. Прям, конечно, очень интересно разработали данный продукт, прям идеально, да, никакого химозного привкуса даже нет миндаля. Вот чистый-чистый такой натуральный миндальчик. Далее, следующий кремчик, это идет как раз кокос. Дочка тут прыгала от радости, я, говорит, его себе на кухню заберу и только сама я буду руки мыть. Я говорю, Кать, ну мы, в принципе, не бедствуем, я еще закажу, ты уж особо не жадничай. Тоже 200 мл, тоже ручки с него мягкие. Он также идет беленький, насыщенный аромат именно кокоса, очень приятно, да, вот такая вот красота. И, конечно же, такой флакончик красивый, клевый. И вот, вы знаете, я недавно ходила на юбилей, и я, помимо денежки, подарила вот всю серию для крем, да, то есть, и вы знаете, человек был очень доволен. И даже потом она мне еще говорит, Аня, можно ли у тебя еще заказать? Я говорю, нет, зарегистрируйся, и я тебе расскажу, как делать заказы, но за то, что ты будешь учиться делать заказы, да, знаете, бывают люди, ну не любят тыкаться, сидеть в компьютере. Я ей сказала, говорю, ты будешь сама забирать, сама делать, и за это тебе будут каждый каталог подарки, которые хочешь именно ты. Она ко мне пришла, я ей все рассказала, показала, причем с самого начала она у меня регистрировалась своей рукой, все это делала, да, то есть, смотрела программу Фаберлик Клуб. Вот, на второй заказ она уже тоже пришла ко мне, опять сидела все своей рукой, делала, знаете, что она сказала? А, слушай, а работать через интернет не так и сложно? И сейчас она у меня создает группы для рекрутинга и собирается становиться директором компании Фаберлик. Вот как здорово! Ей казалось в интернете все сложным, а на самом деле ей эта работа понравилась. Она говорит, я буду работать в сфере красоты, я буду делать людей красивыми. Так что вот так вот круто у нас получилось. Следующая тоже довольно таки долгожданная новинка. Очень часто спрашивали у меня, почему нет сухого шампуня. Да, сухой шампунь, пожалуйста, появился. Способ применения у него обычный. Встрекните флакон. Отделяя небольшие пряди, распылите сухой шампунь на корни волос на расстоянии 20-30 см. Подождите 40-60 секунд, затем помассируйте волосы у корней, как при мытье головы. Потом расчешите волосы и уложите их привычным способом. Как-то раз я покупала в поездку сухой шампунь, я хочу вам сказать, что волосы с него какие-то белые были. Вот с этого шампуня абсолютно никакого белого налета нет. Абсолютно нет белого налета. Ну, или, может быть, у меня голова была не совсем грязная. Я еще пока не разобралась. Надо подождать, пока я замараю голову, потому что я освежала волосы сухим шампунем на второй день после мытья головы. И я не могу сказать. Надо хотя бы дня три не мыть. Ну, или четыре, чтобы понять, работает он. Он идет 125 мл, артикул 8228, баллончик под давлением, то есть это спрей. То есть, как вы видите, огнеопасный и так далее. В самолет вам с ним не пустят, но в поезд пустят. Потому что в самолетах жидкость до 100 мл. Он быстро очищает волосы без использования воды, возвращает волосам свежий вид, устраняет излишнюю жирность и текстурирует волосы, удобный формат для дороги, работы, когда нет возможности вымыть голову. Да, то есть вот так вот. Поэтому теперь у нас есть сухой шампунь. Пожалуйста, пользуйтесь. Это здорово. Причем он стоит всего 249 рублей. С нашей скидкой и того копейки будут. Вот. Далее, чтобы вам хотелось показать, это такая классная штучка. Она идет обновленная. Вот. Мне она очень понравилась. Это наборчик, который содержит в себе хайлайтер, хайлайтер, румина и бронзант. Вот. Такая вот красавица штучка. Артикул у него 60-73. Да, то есть что он делает? Это безупречная форма. Называется он артикул. У него, так, погодите, грамм, он 6,9 грамма, да, почти 7 грамм. Да, и они идут на самом деле такие шелковистые, классные и приятные. Да, давайте я вам их сделаю крупнее сначала. Да, вы посмотрите. А потом я вам сниму сводчи. Да, то есть такой нежный хайлайтер, я бы сказала. Пудра немножечко с блёстками, как вы видите, да, чуть-чуть есть. И вот он наш хайлайтер. Хайлайтер очень сильно осветляет, но он более кремовый цветом, чем белый. Да, то есть не яркое такое освещение. Ну и давайте вот так я вам нанесу. Да, как вы видите, хайлайтер такой блестящий, такой симпатичный. Очень легко тушуется, абсолютно без проблем. Вот, я чувствую, знаете, что я вам хочу сказать, вот эта вещь, она закончится быстро. Хайлайтер у меня закончится быстро. А вот эти две вещи у меня останутся. Потому что пудрой я пользуюсь очень мало. И, ой, не пудрой, а руминами. Руминами я пользуюсь очень мало, поэтому мне кажется, что вот эти две вещи, это первая закончится, это вторая, а это уже так и останется недопользованной. Да, я уже это предчувствую. Хотелось бы, конечно, чтобы тут хайлайтера было побольше. Тем более хайлайтер тут просто обалденный, честное слово. Мне очень понравилось, как он ложится. Вот. Вот на него аннотация. Да, то есть все здорово, все классно. 9 грамм тут написано. Вот. Далее. Пойдемте с вами далее. У нас с вами появилась такая новинка, как легкий тональный крем и естественная безупречность. Вот он такой. Вы знаете, тональный крем мне очень понравился. Сейчас его нанесу. Он вообще не желтит. Даже если на видео... Нет, на видео он тоже не желтит. Очень хорошо, да. Вот. Он прям, вы понимаете, мгновенно и ничего не видно. Да, то есть прям здорово-здорово так ложится. Прям, знаете, натуральный цвет лица, как будто вы ничего не наносили. Просто кожа стала более ровной, более гладкой, более такой, да. Текстура у него легкая, нанесение легкое, ровный тон и естественный результат. Его даже можно не бояться переборщить. Сейчас у меня оттеночек идет... Так, 61-45. Это слоновая кость. Да, то есть есть оттеночек и светлый бежевый, естественный бежевый и легкий загар. То есть вот это все мне очень понравилось, эта штучка. Вот так, сколько он идет? Он идет 30 мл. Очень понравилось. Также мне понравился еще тональный крем-блюр от Masha Way. Тоже очень-очень понравился. Я даже прям не знаю, какой лучше, но вот честное слово, оба хороши. Мне кажется, блер чем-то больше он перекрывает недостатки. Вот. Но они оба незаметны на лице, что блер, что вот естественная безупречность. Далее компания Фаберлик наконец-то выпустила кисточки. Вы не представляете, как долго я их ждала. Ну и давайте же с вами о них поговорим. Первая кисть. Я их уже снимала в Инстаграме. Первая кисть с артикулом 111.097. Это кисть для бровей. Материал дерева, алюминий, синтетическое волокно. Размер 17,5. Алюминий, вот, да, как бы вот такая вот вещичка. Это синтетическое волокно, да, то есть компания Фаберлик не любит производство продукции на животных. Они такие мягкие, они такие, как вам даже сфокусировать, да, они такие шелковистые, такие приятные. Вот, ну давайте, не знаю, попробуем. Палету для бровей я куда-то задевала, ну хотя бы просто, да, то есть вот они так аккуратно набирают, да, тон. И, конечно же, аккуратно вот рисуют, как вы видите. Ну, это, конечно, светло. Давайте я попробую. Любые тени, любые тени. Ой, это пудра у меня. Так, это, ой, это бронзия. Сейчас я все переберу, да, ну просто хотя бы, да, вот. Так, это мои старые тенюшки, как вы видите, падали неоднократно. Давайте на тенюшках попробуем, как оно наносится. Да, ну вот, как вы видите, классно, да, то есть можно сделать и тонкую линию, и потолще можно сделать, да, то есть и тушует она хорошо. Ну, в общем, никаких нареканий кисточки нету, все просто идеально. Да, то есть хорошие такие кисточки. Ну, вот, пожалуйста, бровь нарисована тенями, да. Можно даже растушевать и очень даже слушается, да, очень даже слушается. Ну, так, если что, это тени 57, 52-11, да, то есть это старый выпуск Secret Story. Я их очень люблю, Secret Story марку, да, то есть вот смотрите, даже вот одно, да, вот можно тушевать. Ну, я сейчас, конечно, на камеру это все делаю дело, поэтому... Так, следующая кисточка, что это у нас? Это кисть для румян с артикулом 110-98. Состав идентичный, размер 18,5 см, да, вот как вы видите. Вот, то есть тут и поставщик, и все как бы, ну, хорошо, да, каждая кисточка в отдельной упаковочке, что тоже здорово. Но кисточка идет скушенная, вы знаете, невероятно нежная, мягкая, да, то есть я даже не знаю, как ее вам описать, но она прям, ну, красавица такая, мягонькая-мягонькая. Так, давайте же посмотрим, если это кисть для румян, давайте наберем румяна. Да, да, вот так она набирает, ну, я, конечно, не сильно, но если посильнее, то вот, да, ну, и посмотрим, как она. Да, здорово, мягкое такое, легкое нанесение, да, как вы видите, очень даже ничего. Классно, классная, классная такая она, очень мягкая. Ну, мне нравится, мне нравится, как она работает, буду пользоваться с удовольствием, потому что до этого я покупала кисточки L'Etoile, да, мне как бы есть с чем сравнить. Я хочу сказать, что кисточки нормальные, мне не хватает толщины кисточки, вот именно вот тут, вот в этом вот объеме, поэтому я бы поставила 4, оценку 4, просто из-за того, что они не такие объемные, как бы мне хотелось, чтобы они были. Далее, кисть для пудры, она объемная, классная, выдвижных кистей компания Faberlic пока еще не придумала, да, тоже, как вы видите, мягкая такая симпатичная кисточка, артикул у нее 110,95, да, вот материал дерева и синтетическое волокно, такая вот, такой вот пушистик, очень-очень приятный, давайте попробуем на хайлайтере, да, то есть вот так она набирает, в принципе, достаточно, да, ну да, хорошо, хорошо, нормально, вся рука блестит от хайлайтера, вот, давайте с вами посмотрим дальше. Следующая кисточка это для, кисть для растушевки теней, да, то есть когда вы нанесли тени, вы их можете растушевать, да, то есть вот, давайте нанесенную я как раз с вами и потушуем, да, ну да, хорошо, она такая кругленькая, аккуратненькая, как вы видите, тоже была беленькой, пока я ее тушевать не стала ей, ну да, классно, да, как вы видите, тушует, хотя я тихонечко, да, нанесла, то есть как бы получается такая дымка. Достаточно, вот этой кисти для глаз ее достаточно, вот прям идеально, больше мне не надо, да, это кисть для растушевки теней, 111.05, качество, хочу сказать, что на 5. Вот эта кисточка прям супер-супер, для меня, вот лично для моих глазах. Так, следующая кисточка это для консилера. Так, консилера я, к сожалению, редко пользуюсь, я его сейчас не найду, да, то есть это что-то жиденькое наносить, она такая упругая, да, то есть слышите? Тверденькая такая, да, вот, как бы, она уже не как пуховочка, она уже наносится, да, но я думаю, что можно испытать ее от уронила, да, можно испытать ее на тональном креме, да, то есть вот таким вот образом. Все равно их надо мыть перед первым применением, да, посмотрите какой, боже мой, какой классный тональный крем, как он мне нравится, все, я его не вижу ни на руке, нигде. Ну и кисточка, конечно, справилась на 5 с плюсом прям при вас. Хорошая кисточка, очень хорошая, упругая, классная, прям самое то, что нужно. Поехали с вами дальше. Это кисть для нанесения теней, то есть она идет широкая и узкая, то есть тени вы можете наносить разными способами, да, то есть вы можете сделать что-то типа подводки, да, давайте вот так возьмем. Да, вы можете подвести нижнее, да, века, то есть делать такую потоньше, пожирнее, а можете уже вот, да, если вот это вот и растушевать, то есть таким вот образом. Вот, пожалуйста, пожалуйста, то есть так классно. Ну это, конечно, еще тени очень хорошие у меня на дешевых тенях, даже в компании Фаберлик на дешевых тенях я как бы, честно скажу, я не пробовала, да, то есть еще смотрите сколько на кисточке всего осталось, да, то есть еще красится и красится. Она хорошо набирает и хорошо наносит, то есть вы можете сделать и тонкую линию, и растушевать этой кисточкой, и даже кисточка для тушевания теней вам не пригодится. Да, то есть вот так вот. Вот, здорово, конечно, да, мне нравится, мне нравится, она хорошо набирает, хорошо работает. Далее кисть для губ. Вот для меня это, если честно, штука бесполезная, потому что я помаду так люблю наносить, пожирнее, красить. Сейчас я найду какую-нибудь помаду. Так, что у меня есть? Первое, что я взяла, это 44121, это скорее всего бальзам. Да, я люблю этот бальзам, он у меня всегда под рукой, ну, конечно, да, хорошо набирает, да, как вы видите, цвет. И так, где-то чистенькое местечко, да, ну и хорошо наносит, конечно. Вы нанесете ровно, красиво, приятно, да, то есть это не помада, это бальзам, но все равно, как вы видите, наносится здорово. Очень люблю этот бальзамчик. Вот он у меня уже, как вы видите, использованный, такой старенький. Ну, конечно, да, тоже упругенький такой, да, как вы видите, но более мягкая, чем предыдущая кисточка, да. Да, далее смотрим с вами последний, это кисть для нанесения масок. Так, сейчас откроем и достанем. Еще одной кисточки, по-моему, не хватает, это кисть для нанесения тонального брема. Ее не было, к сожалению, я ее сейчас буду заказывать. Скоро, да, хочу сказать, что нормально, но вот мне кажется, что ее бы нужно было бы и потолще. Как-то вот мне кажется, что маловато. Мне интересно, как оно будет наносить маску. Так, где-то бы найти маску мне. Ну, вот давайте эту маску, да, эту всю возьмем. Да, я тут вот отсюда возьму, кисточка не мытая, туда я не буду кисточкой лазить, да, я возьму вот с этой золотиски, с которой, да. Давайте возьмем и просто на руку попробуем. Ну, так-то, смотрите, ровно так здорово наносится, да, то есть, по идее, толщины хватает. Она такая упругенькая, да, смотрите, как классно. Ну, так-то, да, хорошо работает. А мне показалось, что она тонкая, вот видите, как. Да, то есть, ну, отлично, отлично. Да, ух ты, посмотрите, как она наносит. Она очень хорошо, да, вот распределяет именно маску по лицу. Угу. Во, когда же. Одним маском, можно, грубо говоря, это практически, сейчас я нанесла одним маском маску на все лицо. Я так понимаю, эта кисточка, она будет очень хорошо экономить средства. Да, именно средства. Так, сейчас я это заберу. Вот ведь как застряла. Ладно, потом это сделаю, да. Ну, как вы видите, да, кажется маленькой, но она оказалась удаленькой. Зря я на нее наговорила, да. Ого, как прямо. Ну, сейчас масочка уже начала подсыхать. Ее уже надо будет смыть. Ну, да, как бы здорово. Это я наносила опять-таки детокс нашу новенькую. У нас букет Жордин. Вот такая вот парфюмерная водичка. Вы знаете, что я люблю свежие, классные ароматы. Тут очень интересная аннотация идет, да, как вы видите. Это аромат, который распахивает двери в цветущий сад. Да, благоухающими нежными пионами и розами. Розы почувствовала пионы не очень. Очаровательными еще вот какими-то цветами. Я их тоже не знаю, как они пахнут, поэтому не могу сказать. Яркие крокусы, да, тут идут. И так, черная смородина. Смородину почувствовала, розу почувствовала. Еще я почувствовала классную, нежную такую, непритерную, но довольно-таки интенсивную кислинку. Да, то есть такая кислинка, кислинка. Свежить аромат в памяти. Да, то есть флакончик такой, она идет с артикулом 3016. До, именно до 17.09 вы две берете водички. И в разделе промо-акции именно, да, вы берете две водички. И третья вам падает в подарок. Ну вот, первое мое мнение о ней, это была какая-то кисленькая горчинка. Да, то есть такой аромат, очень оригинальный, кисленькая горчинки. Но потом оно, как бы, уже начинает свисти такими цветами, оно раскрывается. Мне приятен этот аромат, но я честно скажу, что он не мой. Да, то есть я люблю Путужур, Платинум. Люблю от Ринаты Литвиновой, да, то есть свадебный аромат Путужур. Мне очень понравился аромат Бергамот. То есть, как бы, вот те воды, они мои. А эта, она, знаете, такая сладенькая кислинка, клевая, классная, нареканий к ней нет. Аромат я бы назвала, опять-таки, уже в третий подряд аромат, я бы назвала универсальным. Сладостей в нем мало, но она есть. Свежести, очень мало свежести. Вот именно, что преобладает, вот эта вот кислинка такая, свежинка, вот что-то такое, вот знаете, приятненькое такое, да, вот. Прям даже не знаю, как оно, как его описать. Ну вот, на самом деле, да. Вот, честно вам скажу, что вот букет Динайт, она пахнет вот этой вот туберозой, которая меня как-то вот не очень-то она мне понравилась. Букет Аврор, цветочно-фруктовый аромат, что-то мне в нем не хватило. А вот это аромат такой, знаете, состоявшийся, доработанный, доделанный, более приятный, чем вот эти все три, да. То есть, вот тубероза мне, вот как бы тоже простоватый казалось. Этот аромат простым он не кажется, но он и не особо сложный, как бы очень приятный. Вот сейчас я уже чувствую ноты свежести пионы и розы, да. То есть, вот оно пошло еще только, да, хотя сколько я с вами уже 10 минут разговариваю, абсолютно другой аромат. Но горчинка вот эта вот осталась. Но она под конец, эта горчинка, уйдет и останется только пиончик с розочкой и вот с этой вот кислинкой, да, такой вот нежной кислинкой, неприторной. Ну, как бы, да, классная водичка, я легко буду дарить ее на день рождения, еще кому-то я буду знать, что аромат универсальный. Единственное, что мне хотелось бы вам сказать, что она, вы ее можете заказать намного дешевле, если закажете сейчас в разделе промо-акции. То есть, вы заказываете две и одна в подарок, но это до 17-го числа 0-9-го месяца. Потом уже, после 12-ти ночи, вы ее будете заказывать уже по одной штучке. То есть, даже если вы купите две, то третья в подарок уже не упадет. Но в новом каталоге классная акция, твой бонус, поэтому, я думаю, мы с вами все равно не проиграем, даже если пропустим данную акцию. Но вот эта вот вода, ну, как бы, да, мне кажется, что она понравится большинству. Комплексная зубная паста с прополисом. Очень такой насыщенный аромат прополиса. Она идет с нежной мятой. Хотя аннотация у меня очень хорошая, прополис я не люблю. А что такое прополис? Да, это вещь, которая обладает антисептическим, противовоспалительным, антиоксидантными свойствами. Способствует регенерации ткани, поддерживает здоровье десен. Я понимаю, что оно мне надо, но оно мне не нравится. Также она идет простое, да, то есть неконцентрированная эта зубная паста. Обычная, комплексная, белым цветом. Негустая, нежидкая, средненькая, да. То есть, также содержится флорид натрия, который оказывает противокариозные действия. И активный цинк, который обеспечивает антимикробные, противовоспалительные, регенерирующие действия, замедляет рост бактерий. То есть, зубная паста, ну, просто по аннотации, просто обалденная, да. Вот, что она делает? Обеспечивает продолжительную комплексную защиту полости рта, препятствуя размножению бактерий. Но это я никак не проверю. Обеспечивает профилактику кариеса, способствует укреплению десен и поддерживает здоровое состояние. К сожалению, вот я только один раз ее попробовала. Эффективно очищает зубную эмаль, да, от налета, да. Ну, конечно, не с первого раза. Уменьшает образование зубного камня, укрепляет и реанимирует зубную эмаль. Тоже, как бы, с одного применения проверить я не могу, да. И обеспечивает продолжительное ощущение свежести. Про продолжительное ощущение свежести прям в точку. Во рту долго было свежо, классно, здорово. Но, вот, вы знаете, все равно прополис я не люблю. Не люблю, и все тут. Артикул 1685. Но очень полезная паста, как вы поняли по аннотации. Очень полезная и нужная в семью. И, в принципе, она как раз-таки помогает предотвратить все вот эти вот болезни, которые нам с вами иногда с деснами случаются, да. То есть, эта паста 100% все предотвратит. Но, вот, кому прополис, как вам даже сказать, приятен, или вы к нему равнодушны, то, в принципе, попробуйте эту зубную пасту. Мне кажется, что вы будете ей довольны. Ну, что, с вами была Куна Иванова Аня. Интернет-проект Фаберлик Онлайн. До встречи с вами с новых видео. Была быть рада вам полезной.